МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках больших вестей вести Ульяновск, в студии Владислав Дедковский. Добрый вечер. Смотрите, наш выпуск. Место комплексного подхода, точечный ремонт. Почему в регионе буксует программа капремонта многоквартирных домов? Мошенничество на 10 миллионов рублей. Областной суд начал пересмотр приговора по фарм-делу. Фигуранты вины не признают. Полезные каникулы не только для начальных классов. В регионе впервые заработали лагеря труда и отдыха, как стартовала летняя оздоровительная кампания. Ульяновск наращивает темпы вакцинации от коронавируса. Для этого уже созданы особые мобильные бригады. Врачи выезжают буквально на рабочие места. Сделать прививку теперь можно без отрыва от производства. В составе экспериментальной группы к самым незащищенным пациентам в региональный центр гемодиализа выехала и наша съемочная группа. Еще несколько вопросов об истории болезни. И Петр Никодимович уже спешит в соседний процедурный кабинет. В коридоре за ним выстроилась целая очередь таких же пациентов. Многие годы их почки, словно марионетки, зависимы от гемодиализа. Учитывая, что пациенты у нас с тяжелой сопутствующей патологией, вакцинация является основным моментом для данной группы пациентов. Лишний раз заходить в поликлинику для них опасно. Перенести ковид в легкой форме с таким диагнозом – редкая удача. Где-то на пятый-седьмой день стало, конечно, плохо. Присоединился одышка и ужасная слабость. Такой слабости никогда в жизни заболевала почками, но такой слабости не было. Чтобы хоть как-то защитить и без того расшатанный иммунитет, мобильный пункт вакцинации развернули прямо в центре гемодиализа. Здесь вообще удобно. Приехал, вакцинировался и уехал. Для любой, не только медицинской организации, работа выездной бригады абсолютно бесплатна. Количество вакцинирующихся значения не имеет. Врачей привозят из ближайших к предприятию поликлиник. К руководству компании всего одно требование – пара свободных для процедуры кабинетов. На сегодняшний день из 11 тысяч вакцинированных, 2564 человека мы вакцинировали в ходе выездных компаний. Даже в мобильном пункте вакцину можно выбрать. На выезд берут все три зарегистрированные и доступные в регионе компонента. Наиболее подходящий для конкретного пациента доктор порекомендует сам сразу после медицинского осмотра. Всем тоже желаю не бояться от прививок. Говорят, болезнь – это страшная вещь. Яна Федорищева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В регионе может забуксовать программа капремонта многоквартирных домов. Такой диагноз поставили в областной общественной палате. Это случилось после отчета профильного министерства и фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса. Что же встревожило общественников, знает Эдуард Истомин. Фонд модернизации ЖКК задолжал полмиллиарда рублей подрядчикам. Еще 300 миллионов не перечислил на спецсчета домов. В профильном министерстве разводят руками. Размер взноса на капремонт невелик. Нет регионального софинансирования. Зато есть третье несчастье. Выстрелило. Это подорожание строительных материалов. В ноябре прошлого года лист оцинкованного металла на кровлю стоил порядка 320-340 рублей за погонный метр. В этом году он у нас стоит уже 720 рублей. Общественники парируют. Эти проблемы озвучили еще год назад. Но руководители фонда молчали, а ситуация ухудшалась. От комплексного ремонта на домах уже отказались. В программе лишь отдельный вид работ. Мы выходим с предложением о повышении минимального взноса. Это раз. И о финансировании программы. И закрытие долгов фондом. То есть поднятие финансовой устойчивости фонд. За чей счет? За помощь просим в региональном бюджете сроком на 3 года. Интересно то, что муниципалитеты так и не расплатились фондом по взносам. А суммы немалые. Общественники опасаются, что из-за финансовой дыры капремонт домов под угрозой. Звучала и другая конкретика. А в итоге к 40-м годам их денежные средства просто съест вот эта вся инфляция и девальвация. И на эти деньги, которые они копили 40 лет, 30 лет, нельзя будет ничего сделать, кроме отмостки. Я про то, что надо переходить на специальный счет. Даже сейчас собственникам предложить 50% участие. Это была бы уже отличная помощь для собственников. На заседании профильной комиссии говорили об обращении в федеральный центр. Это оправдано тем, что в других регионах схожие проблемы. Их требуется незамедлительно решать. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. 148 свидетелей, 136 томов, 14 из которых обвинительного заключения. Бывшие областные чиновники и руководство фармацевтической компании принуждали главврачей покупать медицинские препараты по завышенным ценам. Ущерб бюджету исчислялся миллионами. Нашумевшее фармдело сегодня получило продолжение. Еще в конце января этого года Ленинский районный суд поставил точку в громком деле, где фигурируют два экс-министра здравоохранения области, бывший член регионального парламента и руководство фармацевтической компании. Они нанесли ущерб бюджету в 10 миллионов рублей. Сегодня Абдулов, Тихонов, Дегтярь, Кузнецова и Коган снова в зале заседания, но уже областного суда и с апелляционным представлением. В здании суда уже трое участников и их адвокаты. Задерживаются Абдулов и Тихонов. Их должны привезти под конвоем. Сейчас они содержатся в колонии общего режима. Час ожидания и тихо. Суд идет. Недовольство съемкой звучит уже с первых минут. Большая часть участников просит суд запретить фото и видеофиксацию. Но журналисты остаются. Слушание открыто для прессы. На скамье пятеро обвиненных уже доказано. На протяжении двух лет они вводили в заблуждение главврачей об истинной стоимости лекарственных средств кислорода. Государственные контракты проводились по завышенным ценам и только с Ульянской фармацией. Но фигуранты фармдела оспаривают решение первой инстанции. Свою вину не признает ни один. Тем временем и прокуратура не удовлетворена условными сроками Дегтяря, Когана и Кузнецовой и требует для них реального наказания. Кузнецова в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Когану в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А Дегтярю в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Обвинение просит запретить Абдулову и Тихонову занимать должности в органах местного самоуправления. А на чьей стороне останется областной суд, станет известно после изучения всех следственных материалов. Процесс обещает затянуться на несколько дней, пока суд дошел до прений сторон. Марина Тимофеева, Денис Миронов, Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. Тем временем под белорусским мрамором Ленинского мемориала продолжают искать цемент. Напомню, по итогам минувшей недели глава региона оказался вынужден взять реставрационные работы культурного комплекса под личный контроль. В ходе осмотра выяснилось, что напольные плиты буквально закапывают в песок. 26.05. отобрана пророва и подана независимой лабораторией по ПСНРУ. Пророва должны быть готовы через 8 суток после обора. То есть 26.05. отобрали. Соответственно, у нас на 9.05. должны быть результаты. Комплексные исследования проведут и в областном департаменте автомобильных дорог. Полный цикл испытаний с отливкой цементных клубов завершится в конце июня. Нам нужно, чтобы контракт был выполнен в сроке и с надлежащим качеством. Не надо к этому относиться, что я предался или еще что-то. Только поделать. За неделю работы строительного часа вопросы появились еще к двум подрядчикам. Так тепла ждут на месте будущей школы в Димитровграде. Больше 40 миллионов рублей, чтобы не заморозить стройку с приходом низких температур, необходимо найти уже сейчас. Изначально обязательства по обогреву образовательных учреждений взяла на себя местная теплоснабжающая организация. Но со сменой учредителей выяснилось, никаких договоренностей с администрацией города нет. Мы с твоей стороны прорабатываем вошел по модульной котельной и показу. Это будет гораздо дешевле и, наверное, рационально, чтобы и школу, и последствия детский сад, который будет рядом, посадить на эту модульную котельную. А вот в Теренге теплотрассу к начальной школе проложили раньше времени. В ходе строительства проект пришкольной территории в корне изменился. Трубы выкопали, на их месте появился стадион. И работой по благоустройству пришлось повторить буквально с чистого листа. Восстановили все, кроме пешеходных дорожек. Резиновую крошку уже доставили за счет строительной компании, но уложить ее обязанность руководству района. Речь, что средств нет. Мы разговаривали с министром развещения и воспитателями авторства о необходимом переделении 15-го средства. Но пока в бюджете и автор области средства не пропадают. Деньги все-таки пообещали найти в областном бюджете. Точные цифры сообщат в конце июня. В Димитровграде сбили трехлетнего мальчика, ребенок в больнице. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. ДТП произошло сегодня в 11.30 на улице 3-го интернационала. На кадрах видно, как малыш выбегает из припаркованного автомобиля, спотыкается и падает на проезжую часть. По предварительной информации, автомобилем, который наехал на ребенка, управлял 73-летний мужчина. Водитель был трезв, резьбенок госпитализирован. Умные каникулы для школьников приготовили в Ульяновской области. В регионе заработали оздоровительные детские лагеря. Все в оффлайн-формате, но с соблюдением строгих требований безопасности. Развлекательные, образовательные и даже трудовые программы ждут ребят в новых сменах. Мир геометрии через призму игры и улыбки. Дети познают пространственные формы и законы их измерения. Программа увлекает, но в запасе еще много интересного. Для Лисы Щепаревой это не первая смена в пришкольном лагере. Только в прошлом году из-за пандемии пришлось выдержать паузу. Сегодня и утренняя зарядка, и кино, и активные игры на свежем воздухе в расписании. Мы там танцуем под музыку. Столовая нас очень вкусно кормит. Для детей двухразовое питание. В рационе все самое полезное. Родители могут быть спокойны, соблюдаются и все правила безопасности. Измеряем термометрию, обязательно обработка рук. И потом уже дополнительно смотрим по состоянию. Медицинский работник проверяет состояние каждого ребенка. Впервые в этом году отдохнуть смогут не только учащиеся начальных классов, но и старшеклассники. Для них созданы лагеря труда и отдыха. Все дети, конечно, заняты, и каждый выбирает занятия по своему усмотрению. Многие работают вожатыми с малышами вместе, кто-то работает на пришкольном участке. Распахнули свои двери и загородные лагеря. Многие дети смогут расширить свои знания на тематических сменах. А кто-то повысит свои компетенции в профессиональных базах отдыха. Например, подтянет знания иностранных языков. Для этого проводятся и профильные смены, это и языковые, лингвистические смены в лагерях. Это и смены IT-технологий. Это и у нас есть известная Ульяновская летняя математическая школа. Двери летних оздоровительных лагерей уже открыты. В этом году в них смогут отдохнуть более 50 тысяч детей. Дмитрий Емельянов, Светлана Карпухина, Алсу Байбикова, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. И о погоде, какой она будет в ближайшие сутки, об этом вы узнаете из информации синоптиков Ульяновского гидрометцентра. А мне остается вам пожелать приятного вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов тепла. В Ульяновске плюс 10, плюс 12. Завтра днем по области от 18 до 23 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 20, плюс 22. В лесах по юго-западу и юго-востоку области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова